Вклеенный или настоящий. А здесь очень хорошо, очень тоже по подбору одежды красиво. Так, дальше. Быстренько, 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 чтобы всех успеть. Очень красивая девочка. И такой свет, смотрите, свет через свет проходил сквозь кусты. Она такая у нас немножко получилась, как... Я обычно вот как фотографа называю. Давайте жаргон фотографа, когда вы услышите панда, лицо, как и панда. Панда это когда фотографируешь на солнышке, и получается вместо глаз такие черные дырки, да, черные дырки. Под носом тень, под подбородком тень. Вот здесь вот прям везде будет. И вместо глаз будут черные дырки. Это пандочка. А вот такие фотографии, фотографы, вообще фотографический жаргон называем югуар, да. Видите, она такая вся пятнистая. Мне нравится, то есть, ну, конечно, могут... Мне очень нравится сама локация. Мне не нравится вот это вот, вот это вот безобразие. Вот, зачем растопыренные такие пальцы. И немножко по... То есть, смотрите, когда вы подбирали, у вас была белая локация, светлые кусты. И вы заранее думали, она делала белое платье, причем свадебное. Корзинка с белыми... Все красиво, все нежно. Но выражение лица такое... Выражение лица не вписывается в эту картинку, и руки не вписываются в эту картинку. Опять, что с руками, девочки? Кто фотографировал? Мария, Мария, посмотрите, что с руками. Что здесь и что здесь. Ничего хорошего. Вот ничего хорошего в этих руках. То есть, все красиво, вы смотрите, не туда. То есть, передний план классный. То есть, нам, конечно, надо все на съемке ловить, да. И свет тоже опять такими пятнышками. Видите, солнышко светило на клиентку через эти кусты. Вот. И пятнышками. Может быть, надо было... Но опять-таки, все картинки вот с такими пятнами мы клиенту не можем сдавать. Почему? Потому что могут быть претензии. Поэтому, когда это съемка коммерческая, за которую клиент заплатил деньги, немножко сделаем в таком свете и немножко переворачиваем. Встаем солнышку сзади. То есть, солнышко должно быть сзади. И немножко делаем в контрревике, где чистая кожа, где чистое лицо. Для того, чтобы тоже не было, не возникло проблем со сдачей нашему герою. Вот здесь хорошо. Вот здесь она счастливая. Вот здесь она мне очень нравится. И рука как-то по-другому немножко, да. И здесь очень красивая. Здесь, видите, блики на волосы упали. Личико чистое. Брови какие нереальные. Глаза. Вот, кстати, вот этот портрет, помните, мы с вами говорили про сверхкрупные съемки, да, к примеру, прокадрированием. К примеру, за счет вот ее глаз, то есть, здесь можно было бы сделать сверхкрупный. Но она и так очень классно смотрится. Ретуш шикарная. То есть, нет ничего лишнего. И она, вот я могу сказать, смотрю на планшете, она не смотрится здесь плоской, фарфоровой. То есть, она такая объемненькая, красивая. Красивая. То есть, проблемы с руками. Обращайте внимание на ручки. Так, дальше. Дед Мороз у нас тут, Дед Мороз. Такая, по задумке, хорошая фотография, домашняя, но по свету тяжело. То есть, какой-то фонарик, вы, видать, сзади ставили. И, видите, фонарик сильно выбивает реснички. Вот он отражается сюда в брови. То есть, сильный такой контровик идет. Где-то за головой ставили фонарик дополнительно, чтобы прорисовать силуэт. А вот, а в основном, все ушло в точку черного. Очень много черного. Ну, вот хотели какой-то такой таинственный кадр. Проблема со светом. То есть, тяжело у вас, той линзы, с которой у вас есть, вам тяжело снимать в темных помещениях. Так, сейчас, ребят, я обязательно прочитаю. Надо быстренько успеть. Мне нравится, мне нравится, по цветовой гамме нравится. И по обработке нравится. Но мне нравится, что здесь очень сильно выбито лицо. Вот сейчас, секундочку, ребят, я попробую увеличить. Очень широкая такая скула получилась, да. Может быть, за счет волос можно было бы за счет волос чуточку, вот ей пластика или деформации, капельку волосы сдвинуть. Вот, волосы чуть-чуть вот сюда вот сдвинуть. И не казалось бы лицо таким крупным, да, такая. Такой скула широкая. Вот, и можно было бы эту фотографию сделать, к примеру, их чуть-чуть сместить в правый угол. Кожа кажется такой вот белой. Вот, опять-таки, на Самсунге не вижу. Вот, вот так вот был. Господи, как же мне показать сейчас, ребят, секундочку. Вот так вот. Вот такой кадр был бы классный. Вот, хотя, в принципе, да, здесь неплохо, да. Здесь нет никакого мусора в кадре. Здесь все, все соответствует очень хорошо. Здесь мне нравится передний план. Хорошо, объемчик такой пошел. Грустит одна. Вот сюда бы ей чашку кофе. Смотрит в кадр и грустит. Классно, все хорошо сделали. Зеленка с зеленкой соответствует, да. То есть, может быть, вот этот розовый, розовый джемпер, который такой вот, знаете, лиловый какой-то на ней. Или какой-то непонятный, да. Вот, может быть, его можно было бы с этими цветочками увести в цвет. Хотя, в принципе, если мы говорим про цветовую гамму, оттенки, они допустимы, можно, ничего страшного. Но мне больше не нравится, что она здесь сидит и смотрит в кадр. Я бы ей чашку кофе поставила. Может быть, по телефону бы она разговаривала. Может быть, что-то писала бы в блокнот. Ну, что-то хочется. Она такая деловая леди с рюкзачком. Ой, вот здесь вот хорошо. По цвету очень нравится и девочка красивая. Хорошо. Ой, вот это вот очень красиво. Да, такая новогодняя сказка. Какие-то старые такие фотографии. Здесь в поле тоже вот эти рваные края. Видите, примерно у всех все одинаково. Рваные края. Но, в принципе, хорошо. Не так ядовито, как смотрится на Самсунге. Хорошо смотрится, Наташенька. Так, минутку, ребят, быстренько торопимся дальше. Потом вас почитаю. Здесь мне нравится даже вот эта рука. А, вот эту видно, видите, тоже немножко видно. И нравятся кустики. Объем такой здесь на переднем плане. Задник. Такое ощущение, что идет как будто размытие в движении. Как будто закругляется. Легкий сарафан, шляпка. Может быть, губы сильно яркие для этого образа. Вот здесь вот очень нравится. Где-то я видела эти фотографии. Тоже свет такой, видите, через деревья прошел. Но художественный. То есть, в принципе, если кто-то подумает, что свет ужасный, неправильно фотографировали, имеет место быть, да. Я так вижу. Я художник, я так вижу. Больше не нравятся ногти. Они, то есть, вы сделали под... Ногти какие-то сильно современные, да. Хотя, в принципе, знаете, я... Это, наверное, не Китай. Это, может быть, Япония. Я не была еще в Японии. Может быть, они ходят, да, в таких... И с такими ногтями. Так, дальше, дальше, дальше. Тоже передний план. Студия. Очень блюрное лицо. Такое блюрное. Что-то с губой. Непонятно. Хотя, волосы вроде летят. Рука тоже четыре пальца. Ребят, ну, примерно, видите, ошибки. Они примерно у всех похожи. Тоже с руками. На что снято? На полтинник снято, да? Очень интересные боки. Мой любимый кадр с фотосессии. Мне очень нравится. Очень нравится боке. А вот это очень круто. Студия видно стопроцентно. Очень красивая девочка. Так, секундочку. Ребят, сейчас я быстренько почитаю. И дойдем до конца. Я, честно говоря, уже просто подустала. У меня сегодня эфир начался еще. С Ласла Габани час был. Но такой, да, непрофессиональный. То есть на начальной стадии, судя по всему. Да, то есть начальная стадия. Вот. Но вы только начинаете, все обязательно еще будет. Ну, как бы, если хотите фотографировать малышей, да, я рекомендую посмотреть именно уроки по работе с такими малышами. Ньюборн, либо там годовасики. Потому что как-то тяжело. Так, девочка с пупсом. Не очень чистая, знаете. Допустим, вот обратите внимание на колготки и на майку. Да, такой цвет некрасивый. Как будто застиранный, да. То есть наверняка маечка была нормального цвета. То есть кофточка. Но вообще, конечно, нехорошо вот в платьице. Я бы так не фотографировала. Я бы сняла бы с нее колготки. Сняла бы с нее вот эту майку. Оставила бы ее просто в желтом сарафане. И, возможно, расплела бы ей косичку. Фон хороший, да. То есть задник хороший. Пупс как-то очень немножко страшно. Может быть, сюда ей надо было тазик поставить. Тазик, как будто она этого пупсика купает. Но тогда надо было ее подраздеть. Потому что, да. То есть если она... Ну, как бы совсем летняя фотография. Цвет вот этот некрасивый. То есть я показывала в своих уроках, как делать чистый белый цвет. То есть здесь такое ощущение, что застиранное все. Некрасивый цвет. То есть можно... Давайте я просто сейчас расскажу. В фотошопе открываете эту фотографию. Выделяете прямоугольной областью вот этот кусок. То есть просто куском прямоугольную область выделили. Где у нас нечистая рубашка и колготки. Есть такая штука. Изображение коррекции заменить цвет. Изображение коррекции заменить цвет. Вы туда заходите. Пипеточкой берете вот этот синюшный цвет. Который вот паразитный цвет. Который сидит здесь. И просто в насыщенности ползунок двигаете влево. Вот. И у вас вот эта грязь. Вот эта грязь вся уйдет. Вот у вас будут чистенькие колготочки. Чистенькая маечка. Ну лучше бы конечно бы раздеть. Ой. Вот здесь очень нравится. Очень нравится по цвету. По объему. И по эмоциям. Ну правда она такая нарядная. В жабошках с бабочкой. Мне нравится. Правда. И поворот головы нравится. И то что у нее волосы в одуванчиках. И здесь эта бабочка. Ну может быть сильно вот эта ручка такая постановочная. Я не хочу здесь придираться. Мне очень нравится. Правда. И здесь очень красиво. Смотрите как круто. Очень красиво. Такие вот мне кажется мама будет безумно счастлива. Наталья вот таким снимком. Ну к примеру я была бы рада. Да. Вот так сына распечатать. И с песиком повесить себе где-нибудь дома. Хорошие. Хорошие фото. И объемно. Ой. А здесь как красиво. Боже. Ребят. Поставьте пожалуйста сердечки. Кому тоже очень нравится. Мне безумно нравится. Обратите внимание по. Насколько у Натальи именно художественный вкус. То есть она заранее нашла локацию. Видела где-то. По-моему же. Как же называется. Не жасмин. Нет. Нет. Не жасмин. Забыла. Забыл как называется этот цветок. Недавно в Лос-Анджелесе я была в парке. Там тоже такой был. Эх. Забыла. Забыла. Ладно. Крутится в голове. Не могу сказать. Очень художественные фотографии. То есть с плановостью. С дымочкой. С какой-то такой. По одежде. Смотрите. Заранее видать шили сарафанчики. Но явно не нашли в шкафу что-то похожее. Может быть в магазине где-то нашли. Но есть к чему придраться. Черные ногти. Вот я нашла к чему придраться. Черные ногти. Но не хочу придраться. Может быть девочка здесь. Мне даже нравится. Вот поворот ее головы. Волосы в контрревичке. В легком. Мама с дочей. Они такие русые. По цвету. Очень вкусный кадр. Очень. То есть я безумно была бы тоже рада. И себе бы такую съемку. И в портфолио что-то. Прям красиво. Но здесь вот розовый, желтый. Мне очень. И выражение лица. Такое ощущение, что вот разные. Вот смотрите. Вот этот фотограф начинал свою деятельность. Фотография. А буквально через год он стал снимать вот так. То есть я вот это порекомендовала бы убрать. Вот. Она проигрывает. То есть она плоская, примитивная, неинтересная. По цветовому сочетанию невкусная. И выражение лица. Не хорошо. А здесь просто космос. То есть как будто сделал фотографии. Либо разный фотограф, либо с разницей во времени. С разницей в год. Вот здесь очень нравится. Ну и пусть туда фиолетовый, а фиолетовый с желтым кстати хорошо. Фиолетовый с желтым хорошо по сочетанию. Рука кажется сильно большой, громоздкой, сильно постановочной. То есть вот в этом случае видите рука какая большая. И не видно пальчиков. Да, к примеру. Может быть ей надо было поменять ручки местами. То есть может быть ей чуть-чуть еще надо было сюда повернуться животиком капельку. Либо, к примеру, я очень часто прошу руки клиентов делать, к примеру, не вот так вот, когда в кадре. Вот видите, они держат большая рука. Вот еще немножко ей в полоборота. Я бы ее попросила чуть-чуть в полоборота и на животик. То есть вот прям на животик аккуратно на шарик положить. И рука была бы понежнее. Здесь вот есть такое ощущение, что непонятно. Но мы-то знаем, что рука. И вот здесь мне не нравится этот угол. Я бы чуть-чуть здесь, может быть, вот эту зону сюда бы сдвинула. Может быть, ну как бы такое ощущение, что большая квадратная рука. Вот. А так очень красиво тоже и волосы, и объем, и линзы, на которые вы снимаете, и чувство вкуса, стиля. Вы умничка. Наташенька, вы умничка. Мне очень нравится ваша работа. Так, дальше. Ребята, шевелимся, шевелимся. Как стянуть фото. Третий час уже, да, ребят, у меня уже это... Виделось, так тоже пропустили. Ребят, я не пропустила. Я, правда, иду всех по порядку. Просто, может быть, вы позже выкладывали. Мимоза, да-да-да, спасибо огромное. Спасибо, да, мимоза. Ребят, вот смотрите, вот я не обновляла просто. Вот у меня все, что подряд шло. Вот, все подряд. Я просто не обновляла. Может быть, вы выложили чуть позже. Сейчас вот, похоже, обновилась. Вот, да, вот смотрите, вот этой фотографии не было. Вот я проходила, ее не было. Это, видать, вы, наверное, новенькое выкладываете. Хороший снимок. Хороший снимок. И задний фон, и цвет зелени. И все соответствует им этот мопед. Мне кажется, мы уже эту участницу смотрели. Вот этого снимка не было. Вы, видать, новые выкладываете. Это эта же девушка. Помните, я говорила, что она с одной рукой. Она была только с одной рукой. А здесь у нее появилась вторая, но тоже кусочек. Ребят, давайте я не буду сейчас уже те, кого смотрела, делать. Потому что есть ребята, до кого мы вообще не дошли. Хорошо? Вот, видите, просто новые фотографии появились. Их не было. Поэтому ноги тоже нет ног. И пес бедный пострадал. Нет ног. Слушайте, такое ощущение, что это Нижний Новгород. Или мне кажется. Просто я прям поузнала, как будто георгиевский спуск. А может быть, нет. Сочетание цветов вообще неподготовленная съемка, некоммерческая съемка. Но такой точно никогда не придет клиент. Никогда. То есть, может быть, вы как мама своего ребенка сфотографировали. Вы рады. И вам очень нравится. Распечатывайте, вешайте. Но для коммерческого фотографа нет. Однозначно не привлечет. Как бы вот по цвету, по тому, что вы сделали. Не есть гуд. Вот здесь вот. Сейчас посмотрим. Секундочку. Быстро тороплюсь. Нравится такое тоже что-то стильное, интересное. Солнышко. Но такое рваные края. Здесь, наверное, много. Смотрите, у вас над головой меньше воздуха, чем здесь. То есть, вот этот кусок ненужной информации можно было бы чуть-чуть. Вот от ног отступите чуть-чуть. Вот примерно вот до сих пор можно было бы кадр отрезать. Вот, к примеру, вот так вот его кадрануть. Видно, да? Примерно показываю. Очень много нижней информации пустой, ненужной. А здесь, к примеру, бывает такое, что мы сфотографировали, у нас не хватает неба. Мы ходим по земле, ножками по земле. То есть, здесь должно быть места больше, а над головой у нас воздуха должно быть больше. То есть, можно просто трансформировать эту фотографию. Кусочек вот так вверх затянуть, как бы выделить прямоугольной областью, выделить это небо. И трансформации немножечко натянуть наверх. Чуть-чуть увеличить, к примеру. Ну, то есть, здесь непропорционально. Вот. А так красиво. Здесь хорошо. Рука. Видите, у всех одни и те же проблемы. Шея некрасивая, как будто зоб у нее здесь, да. То есть, такой вот, как кадык мужской, что ли. Я не знаю. Чуть-чуть бы ей бы назад слегка. Красиво, стильно, интересно. Вены такие. Смотрите, какие у нее вены. Ну, почему бы и нет. Имеет место быть. Здесь динамика классная в волосах. Мне очень нравится. У вас такой нестандартный вкус. Стильные. Вы делаете стильные вещички. Мне кажется, надо, да, продолжать в этом духе. Так, секунду. Секунду, секунду. Рук нет. Здесь тоже, видите, прям сухая постановка. Прям четко вы ей сказали, она это делает. Она бы в жизни не ставила бы так. Ну, прям видно, она даже не согнулась. Она слегка нагнулась, вы ей сказали. Ну, как-то здесь не вариант. Ну, как бы непрофессиональные фото, ребят. То есть, надо... Одна в пижаме. Не все в пижамах, да, судя по всему. Но это вот в новогоднем, в чем-то блестящем, с накрашенными губами. А эта девочка прям вообще в пижаме. У меня у дочери такая же пижама. Рассадили некрасиво. Руки, локти, все обрезано, непонятно как. Губы, причем, у всех накрашены. Пижамная вечеринка, у всех накрашены губы. Нет, нет, однозначно нет. То есть, работает. Здесь мне нравится одуванчик. Так, смотрите, ветер какой, да. Не ветер, а воздух. Воздух какой. И она настолько, она просто занята процессом. Вот кайфовый снимок. Почему? Потому что я вот верю в него, да. Она вот реально там ей дали веточку. Она, ух ты, веточка. Ей кайфово, она смотрит. И хочется тоже рассматривать эту фотографию. И правильно сфотографировано. Вот, если бы не было бы солнышка, или, к примеру, вы сняли бы по свету, не было бы вот этого контровичка, не было бы вот этой изюминки. Потому что она такая, как одуванчик вся. Вот, видите, уже здесь не так сильно это видно, одуван, потому что солнце с этой стороны светит. Видите, на лобик. То есть, вначале снимали к солнышку сзади. Ну, где-то вот отсюда солнышко шло. Вот оно сзади было. Видно? Вот, по голове видно, что здесь. Здесь тенек. Вот. И у него волосы в подсветку ушли. А здесь они не сильно так светятся. Как-то вот тоже хорошо. Вот этот классный кадр. Мне очень нравится по цветовому сочетанию. Розовый. Вот смотрите, очень красиво вот этот нежный розовый с этим зеленым. Хорошо. Подглядка такая. Игра, да. Вы стараетесь занимать ребенка своего. Вот уже в процессе. Видите? То есть, она не просто позирует, смотрит в кадр. И бантики. То есть, все какое-то, все такое вкусное. У вас есть чувство стиля и чувство вкуса. Мне очень нравится. И еще просто, да, у вас малыши живут в кадре. Хорошо. Так, здесь мне тоже. Видите, черные колготки. Снять колготки, снять. Прямо, я понимаю, может быть, там клещи. Может быть, девочка там болела даже недавно. И родители против. Но черные колготки нехорошо здесь смотрятся. Ручки-то голые. Или оденьте ей тоже кофту. Бегут по направлению движения. А нет места практически, куда бегут, да. Сзади непонятный тоже, непонятный фон. Опять-таки, гора, которая делит. Видите, кадр 50 на 50. Она очень резкая, очень контрастная. Не знаю, как это надо было. Здесь тоже ног. Ноги отсутствуют. Опять эти черные колготки. Фонари тоже, видите, из головы. Ну, в общем, примерно у всех одни и те же оценки. Здесь вот даже непонятно, что у нее две ноги. Одна такая, как будто дерево. Да, вот столбик такой. Видите? Точка черного настолько просто. Здесь даже непонятно, что здесь две ноги. Если мы говорим про профессиональную фотографию, ну, как бы так снимет мама на свою мыльницу. Сейчас у всех есть, да, у всех есть фотоаппараты. Они абсолютно, они не купят такую фотографию. Не купят. Вот здесь видно уже, что колготки не черные, а синие такие, да. Но они не сочетаются с этим платьем. То есть раздевать. Сейчас, ребят, еще фотографии добавили, судя по всем. Но я постараюсь быстренько. Да, что-то такое художественное, интересное. Почитаю, почитаю кадрирование. Очень плотно, прям глаз отрезали. Ну, красиво, интересно. Шея, хороший такой изгиб. Вот этот классный кадр. Хорошие эмоции, эмоции берут. Ого, вот эти свечи, они искусственно фотошопленные, да. Или просто вы так ее поставили. Такое ощущение, что они как будто искусственно приклеены. Ну, может быть, да, это была ваша творческая задумка, да. Скорее всего, потому что, я думаю, вряд ли совпало так. Так, так, так. Черный ангел тоже с отрезанной ногой. Ой, ребят, примерно одни и те же у всех ошибки. Здесь тоже мне не нравится, что хотели показать. Видите, часть кадра в этой желтой луне какой-то, или в кресле, в котором она сидит. Сидит в пеньюаре, в студии, в которой не соответствует. Видите, звезда, такие новогодние студии были, да. И она в этом, ну, лучше в этом пеньюаре привезти ее в нежную воздушную студию. Либо к окну. Я бы ее тоже просто даже к подоконнику к окну поставила. А здесь отражение в зеркале тоже не украшает. Что хотели этим показать? Вот локоть я только вижу, край руки, отрезанный лоб, нос отрезанный. Какая-то там, какая-то фигня из головы растет в зеркале, да. То есть в чем прелесть вот этого снимка. Пустая информация. Девочка не соответствует. Сюда видно, что постановка. Щеку прикрыла. Ее не видно. Ну, как-то, не знаю, мне не нравится. То есть она не должна быть здесь, в этой студии. Сейчас, секундочку. Секундочку, секундочку. Одну из первых, да, разместила одну из первых. Сейчас, ребята, бегу, 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 бегу. Так, это мы проходили. По-моему, похожая была, да. То есть это же малышка. По нескольку раз кто-то публиковал. Здесь нравятся эмоции, нравятся. Зеленые яблоки можно было бы с фону убрать. Они не нужны. Вон там, видите, спины. И вот эта красная какая-то ерунда тоже растет. Вот это быстренько убрать. Но им, ой, вот здесь хорошо. Очень классно. Прям живые эмоции. Мальчишка говорит, да че ты? Ну, классно. Они прям тут. Единственный цвет. Цвет белый, он не белый. Это уже, видите, застиранный. Такой застиранный. Можно было бы, ну, как бы почище убрать этот цвет паразит, который здесь есть. Но мне очень нравится. Очень нравится. И здесь эмоции классные. Вообще обалденная серия. А это, судя по всему, они уже выросли. Или тут другая пара колбасится. Ну, да, тоже хорошо. Тоже хорошо. Тон кожи немножечко, да. Видите, и здесь они такие холодные. И убегают. Видите, почему эта фотография плоская и неинтересная. Смотрите, насколько вот эти вот объемные, да, на открытую диафрагму сняты. Задний фончик такой подмыленный. Здесь вроде бы то же самое, но свет прямо на них светит. Видите, свет. Вот она, тень пошла на руке. Свет отсюда. И задний фон такой вот. Все сильно освещено. Нет воздуха, нет объема. Опять картинка из этого кажется плоской. Здесь хорошо, только тон кожи сильно холодненький. И тоже по солнышку. Сейчас, секундочку. Вот классный кадр. Хороший. Ножка, правда, такая вот не видно. Ну, очень мне нравится. Вот этот виноград, цвет такой малыш хороший. Вот здесь дали бы ему корзинку, чтобы он собирал этот виноград. Ну, хотя бы. Можно было бы в корзину накидать чего-нибудь, каких-нибудь хоть кирпичей или книг. И наверх положить, купить винограды. То есть, если вы же знали, да, что вы будете. Может быть, да, виноград еще зеленый. Его рано собирать. Но можно было бы что-то другое ему придумать, чтобы он здесь делал. Потому что локация классная. Малыш чудесный, но он просто сидит по зире, он не знает, что делать. И вы не знаете, что ему сказать здесь делать. А так вот можно было бы. Ой, классно. У меня тоже был такой кадр. Тоже сейчас вот я думаю, что у меня тоже делали герои. Почему этот пух? Мы также приезжали, я подушку, дырявила подушку. И вот один в один такой же кадр. Малыши вдвоем пробегали мимо. Сейчас, конечно, думаешь, откуда вроде эти перья, почему родители. Ну, мне нравятся, забавные, да, по сочетанию, по одежде хорошо. Да, я в этом кадре бы, я тоже хотела тогда своих героев разуть. Но из разуть не получается, потому что малышам надо бежать. А они не могут бежать по этой срезанной, скошенной траве. Трава колется, поэтому они тут в обуви. Нет, классно, хорошо. Здесь по тону кожи у молодого человека. И тоже вы его поставили ниже. Видите, как он у вас ниже стоит, чем барышня. И он кажется не главой семейства. Ну, я вот как-то у меня такие какие-то свои тараканы в голове. Ребят, иду, иду дальше, быстренько. Так, следующее, чтобы успеть. Плотно, очень плотно. Видите, тоже ножки отрезаны. Здесь тоже. Вот это хороший, очень стильный такой кадр киношный. Он такой, сейчас вот такой вот модно. Вот этот хороший кадр. Тоже только по кадрированию непонятно. Видите, и не с ногами, и не портрет. То есть, как-то вот я опасаюсь вообще резать всегда вот именно так. То есть, либо по суставам, либо когда просто нет уже ступней. Ну, к примеру, там, да, ну вот ни туда, ни сюда для меня вот такое кадрирование. По одежде классно. У него на пиджаке как раз вот эти вот на локтях. По тону кожи, видите, отличаются. У него ноги, руки, у нее руки белые, у него красные. Ребят, простите, я уже прям начинаю заговариваться. А, быстренько, быстренько, дальше. А вот это вот кто-то один из первых выложил, да, вот эти фотографии. Мне они понравились, но нет какого-то объема. Нет, нет, классно, что они здесь живые. Но они так сильно голову наклонили. Но они малышкой заняты. Живой кадр, классный. Но почему-то вот нет объема. Наверное, просто линза, линза такая, и не сильно открывали диафрагму. У нее, видите, из головы такие пальмы, пальмы, пальмы. Ну, это ерунда все, в принципе. Здесь мне тоже не понравилось. Видите, фонтаны из головы растут, и здесь куча свободного места. Видите, впереди очень много места. То есть можно было бы скадрировать так. Ну, скадрировать, посадить его бы к какой-нибудь стенке. Им же неудобно так сидеть. Это видно, что неудобно. И малышке сказали целовать живот. И, ну, какой-то неестественный, неестественная поза. Такая задумка фотографа. Как фотограф сказал, так они и сделали. Но в жизни бы они вряд ли бы так садились, и вряд ли бы так делали. Как-то вот мне не нравятся ее приподнятые плечо задранное, лицо. Не знаю. Нехорошая поза. Здесь хорошо. Мама с дочкой. Локация чудесная. Вот, если честно, многие наши фотографы... Я не знаю, где это было снято, но мне кажется, это не Россия явно. Вот. И, может быть, ботанический сад Сочи. Не знаю, где это может быть. Но локация чудесная. Просто любой бы обзавидовался там снимать. Но я, скорее всего, это где-то за границей. Очень красиво. Локация чудесная. Здесь эмоции классные. Не знаю. Неинтересная фотография. Неинтересная, правда. Белое платье, белый пол. Все слилось. Еще белые цветы на черную, на темные волосы, на брюнетку. Ну, как-то все искусственно. И здесь не нравится. Здесь прям видно, как вы видите, эту майку закрутили. Видно, прям под бюстгальтером спрятали. Она куском торчит. Эти же цветы на голове с этой юбкой не сочетаются. Да лучше бы просто они были бы оба в джинсах, да. И с животиком в джинсах было бы лучше. Как-то не подходит. И вот они тоже белки. Видите, одни те же ошибки. Белки в глазах. Видите, сильно закатило глазки. Здесь хорошо, но смотрит в кадр и идет в край кадра. В край кадра нет места, куда идет. Вот пошла в край кадра, смотрит. Здесь кадр грустный. Он у меня вызывает не очень приятные эмоции. Грустный кадр. Стоит животом, одна и смотрит в море. Да, уже ногами зашла в море, в центре кадра. Ну, горизонт не по шее идет, горизонт хорошо идет. Но грустный кадр. Одна беременная. Что она делает? Почему она там одна в темноте стоит и смотрит в воду? Вот меня немножко пугает. Здесь позитив, здесь классно. Эмоции. Так, ребятки, чуть-чуть. О, да, я успею, успею. Чуть-чуть осталось. Прям немножко я потом обязательно вас почитаю. Хорошая, красивая девочка. Очень много пустой информации. Вот так вот было бы классно. Вот, скажите. Ничем не хуже, если бы выложить вот так вот. А сама девочка очень красивая. И здесь. Я вот не очень люблю кадры с мышками, с подмышками. Это очень тяжело. Не все могут красиво снять. Не все могут красиво встать с подмышками. Да, здесь тоже много здесь и мало здесь. То есть можно было бы чуть-чуть пожертвовать поясом, юбкой, ручки заснять. А так, в принципе, даже вот это желтое окошко, оно сочетается с хаки, вот этим платьем. Девочка очень красивая. Да, с руками тоже, видите, проблемы. Шеи, складки. Ребят, вообще, кто сталкивался с такими моментами? Ой, господи, 256 человек, 257 в эфире. Я вот не знаю, как вы меня терпите. Третий час подряд. Вам там еще неплохо? Нет, не стошнило? Вот. Мне не нравятся складки вот эти. Девочка-модель, ну, видно, да, она умеет встать, умеет себя преподнести. Скорее всего, съемочка была, как бы, такая портфолийная. Но, вообще, проблемы с шеей, всегда обращайте внимание. Я не знаю, кто сталкивался, кто не сталкивался. У меня были с этим проблемы, когда мне клиентка говорит, делайте мне красивую шею. А если у нее там как шарпей, если она, к примеру, в возрасте, если она полненькая, да, очень сложно потом фотошопом, когда вы это все делаете, там, лечащей, восстанавливающей кисточкой, пытаетесь вправить эту шею, не получается естественно, не получается красиво. Поэтому именно на съемочной площадке старайтесь заранее посмотреть и увидеть эти все моменты. Это руки, шея, подбородок, зоб, спина, к примеру, вот этот горб на спине. То есть, вот эти вот все, то есть, ищите нужные, красивые ракурсы. Здесь не критично, не критично. Девочка молодая, я думаю, что проблем не будет с ней. Но здесь тоже, вот видите, проблемы, да, пустая информация, тоже кусок пустой, то есть, неправильно снято, свет очень сильно в лицо, рука выросла из головы, эта рука отрезана, причем кисть уже тоже пошла в красный цвет. И насколько, смотрите, насколько красивая девушка, вот вы видите, да, насколько она здесь кайфовая. И насколько здесь за счет света можно показать ее некрасиво. Какие-то пятна на руках вон повылазили. Вот эти жесткие тени, носогубный треугольник, видно, да, под носом тень, все как-то вот можно ее сделать не очень красиво. Девочка красивая. Так быстренько дальше. Ой, классно, очень нравится, очень нравится и по подбору, и по одежде, и мама-малышка, и хорошо одета, и все, часики может быть только лишние, хотя не принципиально может иметь место в мыть. Опять, видите, малыши смотрят в одну сторону. Ну, синхронно, да, сложили ножки, видать, вы им сложили. Рука, видите, то есть неудобно. Он сидит, брат-сестренку обнял, некрасивая ручка, им говорят, куда смотреть. Ну, такой неинтересный, обычный снимок для родителей, обычный, Танюш. Родители будут счастливы, вам в портфолио ищите что-нибудь другое. Пусть они залезут сюда с ножками на это кресло, пусть они там, не знаю, в ухо там шепчут друг другу что-нибудь, ну, придумайте, дайте мыльные пузыри, дайте сахарную вату на палке, и пусть они с двух сторон грызут эту вату. Это будет эмоций, драйв. Ну, что-то будет какая-то, это кадр для родителей. Он чистый, красивый, у вас хороший ретушь, да, нет брака вообще, все красиво. Здесь очень нравится. Смотрите, воздух, одежда, мне нравится, здесь нет ничего лишнего. Вот этот кадр немножко проигрывает, сильно видно, что небо фотошопленное, очень видно, что фотошопленное. Вот здесь вот эмоции, да, классно, очень хорошо. Малыш такой классный. Здесь тоже ветер в волосах, мне нравится. Ну, вот эта ветка сильно в нос ушла, можно было бы ее тоже зафотошопить. Но не критично, не каждый обратит внимание, пусть будет так. Здесь хорошо, ну, ножки ей сложили. Хороший кадр тоже, этот хороший кадр. Вот, вкусные такие, вкусные картинки, тепленькие. У вас ретушь очень хорошая. Двигаемся дальше. Так, малыш у нас вот такой, какие ему великие, как ему великие эти дутики, да. Смотрите, какие они здоровые, или кажется так. И порой бывает, что, к примеру, на съемке, я очень часто тоже на мастер-классах, мы не находим нужную обувь, и приходится в фотошопе это все сдувать. То есть можно, ну, они дутики, не надо их сдувать, пусть они так и будут. Сильно теплая шапка, соответственно, его образы. То есть трава уже зеленая, шапка меховая. Вот, я бы, наверное, поменяла бы шапку. Много лишних украшений, видите, то есть и сережки на девочке, и бантики, и платье с этими, и много вот резинки на руках, можно было бы резинки снять, может вот это снять. То есть главная героиня она. Хотя дети, дети, они и есть дети, да, можно снять, но она такая, видите, она у вас здесь такая лиричная, в таком нежном платьице. То есть вы можете снять детей полностью, там, яркие рюкзаки, пластырь цветной на ножке, к примеру, на болячках, да, кроссовки, все такое, прям в бирюльках, резиночки. То есть можно, если съемка будет какая-то яркая, такая детская, кислотная. А здесь такое все говорит о том, что романтика, нежность, и вот, да, пузыри, ну да, много-много всего. Браслеты, сережки, пятна, много-много всего. Ребята очень интересные. Вот тоже, видите, про что я говорила? Чуть-чуть, ну как бы это все естественно, это вот чуть-чуть фотошопчиком, чуть-чуть, она будет рада, она будет красива. У него телефон торчит из брюк, надо сказать, Василий Иванович, вытаскивай телефон. Видите, брюки-то джинсы обтягивают сильно, и, ну как бы это бросается в глаза, это видно. И по свету немножко, ну стильно зато, стильно зато сейчас так. Вот тоже интересно, коллажики такие. Ребят, сейчас почитаю, немножко осталось, давайте дойду. Бусы, бусы, бусы с руками, рука тоже некрасиво. Лицо такое заблюренное, вся такая кожа заблюренная, но чистая в то же время. Здесь холодный тон кожи, соответственно, то есть серый, прям какой-то серый. То, что вот я вижу. Ногти. Ну просто, видите, не знали, что подготовить на съемки. Вот бусы одни были, вот она с этими бусами и здесь опять сидит. Некрасиво вот она с этими бусами смотрится. Не знает, куда, вот у всех, видите, одна и та же проблема. Вот здесь хорошо с руками, здесь тоже не знает, куда деть руки. Девочка хорошая, несколько раз, видать, ее переодевали. Ну да, ей идет любой образ, смотрите. Любой образ, но сильно такое... Я не знаю, я не боюсь, наверное, боюсь говорить сейчас, что такие съемки не модные. Вот, но... Не знаю, как-то вот... Это те фотографии тоже, которые мы делали давно-давно. Как-то вот хочется чего-то нового. Зритель хочет чего-то нового. Не я, зритель. Такая семейная съемка хорошая, добрая. Вот это классная. Тут маки намного больше, чем девочка. Тоже проблема с руками. Видите, не буду сейчас говорить одно и то же. Здесь хорошо, но информации мало. Хорошо, что горизонт, здесь все верно. Ну, немножко идет по голове, но ерунда. Просто информации мало, все сильно выбито. Наверное, контравит был сильный. Так, секундочку, ребят, обязательно сейчас почитаю, уже тороплюсь. А вот эту, кстати, я когда листала, мне эта серия очень понравилась. Смотрите, какая она живая, настоящая. То есть здесь как раз рассказ, рассказ, видите. Видать, они в саду, может, картошку копали. Я не знаю, что тут. Как раз поза такая классная. И жизнь в кадре. То есть здесь не просто стоит бабушка вот в такой вот позе, да, вдаль еще уходят малыши. Мне очень нравится. Такой живой кадр. Хороший кадр. И этот хороший. И даже по одежде все соответствует. Руки, колечко может быть только. Ну, почему бабушка носит такое колечко. Мне нравится. Вот эта съемка, она такая, именно почему еще она в ЧБ, она цепляет. Здесь прям целая история рассказана. Можно было бы побольше еще что-то снять, но прикольно. Ребят, чуть-чуть осталось, чуть-чуть потерпите немножко, да, хорошо дойду до конца. Какая-то такая стильная, да, что-то такое интересное. То есть не просто ми-ми-ми. Как говорит Наталья Николаевна, далеко не сопли в сахаре. Здесь все такое интересное. Вау. То есть у вас такой свой взгляд интересный. Вот это немножко отличается. Она такая, отличается фотография вот от этих всех, вот от четырех, которые вот я увидела. Вот эти очень крутые, они нестандартный фотограф. То есть видно прям, мне очень нравятся вот эти вот интересные. Мне кажется, вот в этом ваша сила. Попробуйте именно в этом направлении себя продвигать хорошо, потому что у всех примерно однотипные, у всех все похожие. То есть вот это не ваши фотографии, такие делают все подряд. А у вас тут вот что-то прям такое клевое намечается. Да, работайте в этом направлении. Вот девушка колонны. Видите, уже намного лучше. Помните, мы с вами говорили про колонны и про пальто. Здесь образ другой, да. Может быть тоже сильно горошек с пальто. Но, по крайней мере, это не розовое платье, такое атласное, да, в этих колоннах. Так, одна фотография. Нравится. Секундочку, здесь вот целая серия. Сейчас посмотрим. И я вернусь к вашим вопросикам. Блики какие-то ненужные. Много лишних цветов. А здесь хорошо. Кадрирование хорошее. А вот это точно не надо. Это делит. Потому что на такой вот видно, что они в фокусе вообще. Просто случайный кадр. Такой не попали. Вот этот имеет место быть. Это удаляем. Вот это. То есть такое ощущение, что вот прям как будто правда разные фотографы делали. Видите, прям разные работы. Вот. Удаляем. Вот это тоже, наверное, такая немножко дешевенькая фотография. Вот это интересное. Удаляем. Оставляем. Удаляем. Ну, тоже как вариант 50 на 50. Можно оставить. Вот. Ну, хорошо. Мы потом с вами пройдемся именно по аккаунту. Вот, ребят, у меня последняя работа. И я почитаю ваши вопросы. Так. Непонятно по... Мне не очень нравится, когда вот именно такая... К примеру, здесь хвоя, здесь другая трава. Сейчас одну секундочку, как мне это все убрать. Никак, наверное, не уберу. Мне не нравится. Не знаю, почему. Наверное, объясню, почему. Потому что вы поставили ее близко к хвое. Сзади вот эти сухие, хвойные деревья сухие. Какие-то дырки непонятные, рваные. Здесь через куст вы ее снимаете. Не сочетание вот этого зеленого куста, нежной весенней травки от этой засушливой хвои. Девушка красивая, но как-то непонятно. Картинка очень плоская. Опять у меня начали сверлить. Газон, видать, стригут. Sorry. А вот эту фотографию я увидела вчера, когда голосовала Russian Photo Awards. То есть вот эта фотография тоже участвовала в голосовании. Мне она очень понравилась. Реально она крутая. Посмотрите, она... Я говорю еще раз, порой не обязательно супер какую-то звенящую резкость. Порой не обязательно какую-то, знаете, там воздух, дымка, композицию. Порой просто вот задумка. Мне очень нравится. Малыш такой обиженный. Куклы отвернули как раз вот в обратную сторону. Мне очень нравится. Мне зацепило этот кадр. Вот этот тоже был на Russian Photo Awards. Но он... Здесь, в принципе, нет ничего особенного. Дети играют в планшете. Все зависли. Вы сфотографировали. Ну, жизненный кадр. Хороший, жизненный. Малыши красивые. Но, опять-таки, так снимет каждая мама. То есть для коммерческого портфолио этот кадр бы... И вот этот точно нет. Этот стопроцентный нет. Здесь вот, понимаете, вот здесь вот есть реально задумка. Классный. И хорошая задумка, хорошее исполнение. Ну, может, исполнение немножко страдает, но... А здесь вообще никак. Так, подошва про то, что я говорила. Грязная подошва. Здесь бантиком прикрыт глаз. Кто куда, кто в лес, кто под дрова. Дерево какое-то в центре кадра. Там мужики еще ходят. Видите? Какие-то мужики ходят. Ну, как бы, о чем вот этот... Я так на телефон сниму, на самом деле. Вот просто своих детей посажу и сниму так на телефон. Зачем мне платить деньги вот этому фотографу, чтобы меня так сняли. Ну, тут вот непонятно. Здесь тоже вам не хватает резкости. Скажите, скачайте, пожалуйста, программу Алинскин Экспожи. Я очень часто про нее пишу. Недавно тоже был пост. Алинскин Экспожи. Есть пятая версия, есть седьмая, есть икс третий. Вот у меня икс третий. Там такая резкость просто. У вас будет так звенеть. То есть из этой фотографии можно сделать звонкую, такую, знаете, как бритва, как струна. То есть там есть колор фокус. И вы просто добавьте колор фокус 25. Там все есть. Зайти просто, качнуть эту программу и одной кнопочкой нажать колор фокус. Окей. Там все. Вообще больше ничего не надо делать. Она вас так зазвенит. Ну, может быть, в принципе, вы не хотите, чтобы она... Пусть она такая... Сейчас вообще модно. Не попал в фокус и замечательно. Не звенит. Вообще там пол головы не видно. И вообще круто. Так модно, да. Но просто если очень хотите, чтобы была звонкость такая на фотографиях, то скажи, пожалуйста, конечно. Алинскин Экспожи. Но здесь тоже очень плотное кадрирование. Наверное, просто в Инстаграм нет возможности вот так выкладывать. Иногда для Инстаграм, когда у меня нет возможности, к примеру, не влазят там ноги или голова, я иногда искусственно наращиваю кадр только для того, чтобы выложить его в Инстаграм. То есть я могу небо искусственно нарастить. Дополнительно, да. То есть на другом кадре явно у меня же девочка будет с головой. И я просто искусственно дополнительно наращу и этот кадр выложу в нормальных пропорциях. Вот. Так, наверное, мы здесь завершили, дошли до конца. Ребят, конечно, уже 139, когда я начинала, было 74. Поэтому сейчас очень прошу не обижаться, если вы будете говорить, что меня не посмотрели и меня не посмотрели. Просто когда мы начинали, было 74. К сожалению, да, я не смогу всех посмотреть. Фатиновые юбки тоже не модно, ребят. Не модно. Старайтесь смотреть, больше следить за тенденциями, за тем, кто... Я не уговариваю всех, чтобы все снимали стильно и то, что требует сейчас рынок. Вот. Но если вы хотите быть успешным коммерческим фотографом, если хотите, чтобы ваши фотографии покупали, конечно, надо следить за этим. За всем. Фатиновые юбки уже в моде были лет 5-8 назад. Вот здесь очень красиво. Очень карамелька такая, очень классная. Сильно искусственное позирование такое, но девочка шикарная. Она такая вся, вот видите, как эти пушистики. То есть она настолько... Сюда бы поставили брюнетку, не было бы так вкусно. Ребят, 27-26 отсчет пошел. Ой, сори, сори. Я даже не успела вас почитать. Не успела вас почитать. Спасибо. Ребят, кто не успел, да, я сделаю. Эти эфиры я сохраню. Смотрите, 16-15 отсчет пошел. Я сохраню эти эфиры. Может быть, кому-то будет полезно. Прослушайте хоть немножко, хоть частями. Это будет полезно. Сделаю новый пост по разбору аккаунта.